здравствуй дружи с вами как обычно болт сегодня я хочу поговорить о своем канале и о понятии моей концепции вообще движение стоп труп потому что последнее время участились случаи абсолютного неадекватного восприятия того чем я занимаюсь ты просто видеосос во первых сразу хочу расставить все точки над и я не занимаюсь никакой пропагандой наших правил дорожного движения я думаю только конченый имбецил подумает что я веду какую-то пропаганду за движение по нашим дорогам по правил если вы можете заметить своих видео я далеко не придерживаюсь правил дорожного движения и более того некоторые из них не только неразумный для движения по городу на мотоцикле просто опасный я думаю кто довольно долго ездить на мотоцикле меня поймет чем я говорю поэтому давайте не будем упарываться как конченые дебилы и наконец-то поймем что я хочу довести до наших участников стоп труповцев хочу донести я то что как бы нам важно не то чтобы они соблюдали эти правила да я срал с высокой колокольник я пропагандирую безопасную езду именно безопасно как для себя так и для окружающих плюс к тому я агитирую на взаимное уважение друг к другу участникам дорожного движения как двухколесных так и четырехколесных объясняю что это значит если какой-то нехороший человек пытается вас обогнать по встречке например это не значит что я должен его пропускать тем самым мотивируя делать это его снова потому что он видит что он делает это безнаказанно и люди его пропускают нет отнюдь вы пожалуйста не путайте если такой человек если такого человека пропускать если потакать его подобной манере езды он будет постоянно так ездить и пусть ты будешь выглядеть конченым пидорасом если будешь держать его на встречке или не пускать обратно я всегда буду так делать и буду всех агитировать делать подобные вещи потому что такие долбоебы не должны чувствовать себя безнаказанно когда так поступают петух ёбаный бывший обида ебаная меня это не устраивает ситуация поэтому это моя политика устраивает она вас или нет то мне как как бы до фене как бы до лампочки я лишь пытаюсь показать что не все у нас построено вокруг правил дорожного движения опять же повторяюсь некоторые из них абсолютно абсурдный для движения на мотоцикле да хер с ним движение на автомобиле можно ими придерживаться и нормально передвигаться но к мотоциклу это никак не относится поэтому вы пожалуйста подумайте еще раз посмотрите мои видео видите мои прошлые ролики смотрите мои настоящие ролики послушайте что я говорю я никого никогда не учил не учу и не пытаюсь ничему учить я лишь вызываю к чувству собственного уважения и уважение к таким же товарищем мотоциклистам вот и все а езда без шлема это прямой знак неуважение ко всему мото сообществу почему потому что у нас стадный коллектив в нашей необъятной россии и если какой-нибудь чел видит бухого чувака на скутере с бутылкой пива в руке без шлема орущим благим матом на всех подряд он будет всем рассказывать что все мотоциклист пидорасы долбоебы еще конченые люди вы можете думать что это не так но поверьте это так не раз проверялась так что взаимное уважение основополагающий факт к здоровой езде безопасной езде и езде без всякого быдла на дороге если ты будешь ездить так как ты считаешь нужным как тебе хочется это не приведет к успеху а если ты будешь ездить так думая о других при обгоне например ты подумаешь вот подрежешь ты кого-нибудь или не подрежешь ты кого-нибудь как на тебя посмотрят там со стороны что а тебе подумаю тогда это путь к успеху тогда тебе будет не все равно не все равно о том не все равно вот и все по правду по поводу правил дорожного движения я буду выпускать обучающий материал рассказывать частности какие правила действительно важны для движения на мотоцикле какие абсолютно абсурдные какие просто опасны для собственно здоровье и почему нужно ездить так или иначе и почему в некоторых случаях нет ничего необычного чтобы проехать через двойную сплошную а в некоторых случаях это просто опасно для окружающих я не считаю правила дорожного движения каким-то табу но я считаю что это основополагающая вещь которую можно ожидать от участников дорожного движения то есть попадая в какую-то непонятную для тебя ситуацию ты можешь подумать вспомнить правила дорожного движения и понять что ожидать от впереди едущей машине и отталкиваясь от этой информации принимать решение для какого-то маневра первое что должен понять мотоциклист выезжая на дорогу в первый раз его никто не видит поэтому правила дорожного движения для него не писаны в нашем нынешнем состоянии пдд возможно в будущем будут нормальные коррективы будут адекватные какие-то расстановки основополагающих понятия движения на мотоцикле но в данной ситуации в образе которым они сейчас есть ими придерживаться нельзя это просто опасно для жизни я надеюсь я до вас правильно донес мысль своего канала и цели моего движения и больше вопросов у вас не возникнет с вами был как всегда болт если вам интересно если вы ждете новых роликов подписывайтесь комментируйте ставьте лайк мне всегда и приятно мне всегда интересно общаться со зрителями с моими любимыми подписчиками я считаю что эту тему надо развивать кстати говоря по поводу момент вот мне писали из других городов хотели бы там организовать тоже это движение с радостью помогу пишите в личку подконсультирую помогу скажу чё как лучше делать и что говорить в разных ситуациях так что давайте сотрудничать если вам так хочется все заканчиваю всего вам доброго